Всем привет! В студии Анна Троян в эфире телегид-обзор медиапространства нашего канала. На этой неделе ваши будни заполнят познавательные документалки, а художественные картины скрасят зимние вечера. Все подробности традиционно у меня. Не переключайтесь! Всем любителям киноиндустрии посвящается «Смотрим ЛРТ» и оказываемся на съемочной площадке. Мы продолжаем показ документальных фильмов о кино. Как проходит съемочный процесс? Все тонкости и нюансы теперь как на ладони. Актеры раскроют вам секреты, режиссеры проведут экскурс в создание картин. Да и вообще, теперь все тайны станут вам известны. Подробности с понедельника по четверг в 16.30. У России с Дюма особые отношения. Литературовед Михаил Буянов еще в 60-х создал общество друзей Александра Дюма. Именно Россия официально считается родиной дюмоведения. Михаил Буянов был консультантом на картине Бертоньяна «Три мушкетер». Кроме исторических и литературных задач, которые авторы поставили перед собой, была и еще одна особая. На этой неделе, друзья, преступления на ЛРТ продолжают расследовать по методу Лавровой. В центре сюжета группа студентов, которые с помощью одного лишь анализа распутывают самые сложные дела. В их раскрытии ребятам помогает Катя Лаврова. Невероятно талантливая девушка, обладающая мужской логикой и неординарным мышлением. Сериал смотрим по будням в 8.30 утра и в 17.30. Так вот, за месяц до смерти Матвеева Лишеров начинает впадать в ступор. Такое происходит только с людьми под действием определенных, очень серьезных препаратов. А препараты такие назначают людям с приступами отчаяния. Понимаешь? Унизила. Спасибо. Продолжай. Ну что ж, ЛРТ продолжает марафон незабываемых фильмов. В середине недели вы увидите очередную легенду советского кино. Продолжение истории про неповторимого Остапа Бендера – это мини-сериал «Золотой теленок». Представляет собой экранизацию романа. Самое интересное в ней то, что сюда были добавлены сцены, вырезанные цензурой в 1968 году из оригинала. Интригующую историю смотрите в среду и четверг в 21.45. А в завершении рабочих будней вас ждет приятный сюрприз. Вы познакомитесь с красотками Эдит Уортон. Три юные американки мечтают удачно выйти замуж. Ради этого они пересекают Атлантику, чтобы околдовать своими чарами впечатлительных лондонских холостяков. Они мгновенно превращаются в гвоздей сезона. Их личная жизнь становится невероятно активной. Однако, по традициям жанра, все оказывается не так уж просто. Подробности смотрим в пятницу в 21.45, а продолжение – в субботу в 20.30. Ну, девочки, что скажете? Может, нам действительно стать пиратами, разделить добычу между собой? А вы будете нашим капитаном с удовольствием. И оставим всех соперниц позади. Мы будем всегда вместе и не передадим друг другу. Девочки, чай стынет. Тингро! Девочки! Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости городского округолюберца у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Мы один такой. А воскресным вечером по куче чемоданы. Вместе с загадочной лентой нам предстоит оказаться в Европе 17 века. В богатой местности Чити властвует умная женщина-графиня Елизавета Батари. Она пользуется покровительством короля, поэтому внушает местному населению страх и уважение. В это же время в деревнях начинают пропадать молодые девушки и девочки. Двое цыганских детей решаются расследовать пропажу своей сестры и по странному стечению обстоятельств оказываются в замке Батари. Почему? Смотрите 24 декабря в 20.30. Я не останусь здесь на зиму. Лучше смерть в лесу, чем жить здесь. Не говори так. Это правда. Чудесно. Нам подходит только вечер бала. Завтра большой день. Спи. На этом наш выпуск подошел к концу. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!